Всем привет, с вами Игнат Шипица и сегодня мы поговорим о Турции. Мы разберемся, как устроены Черноморские проливы Босфор и Дарданеллы, выясним, зачем Эрдогану понадобилось строить дополнительный пролив и попытаемся понять, как это решение может полностью изменить расстановку силы в регионе. Поехали! Черноморские проливы Босфор и Дарданеллы соединяют Черное море с Мраморным, а Мраморное с Эгейским, которое является частью Средиземного моря. На обеих сторонах пролива Босфор расположен крупнейший турецкий город Стамбул. Проливы обеспечивают доступ к Средиземному морю и Мировым океанам большей части России, Украины, Закавказья и стран Юго-Восточной Европы. Помимо сельскохозяйственных и промышленных товаров, значимую долю экспорта через проливы составляет нефть из России и остальных стран Прикаспия. На пролив приходится около 38% морского экспорта сырой нефти России, а ежедневно через него проходит около 3 миллионов баррелей нефти. Летом 2021 года президент Турции Эрдоган объявил о начале строительства искусственного канала Стамбул, который соединит Черное и Мраморное море, по сути дублируя естественные черноморские проливы. На строительство канала потребуется около 15 миллиардов долларов. Это без учета стоимости 6 новых мостов через канал. Их стоимость также будет очень высокой. Например, мост через пролив Босфор в свое время обошелся Турции в 3 миллиарда долларов. Строительством канала займутся компании, связанные с президентом Турции. Дело в том, что в стране существует несколько крупных корпораций, которые являются драйверами турецкой экономики. В число этих компаний входят Чалык, Кальон, Альбайрак, Ихляс, Тоуш, которые помимо всего прочего владеют крупнейшими медиа-компаниями страны. Эрдоган очень зависит от поддержки крупного капитала и поэтому ему необходимо заинтересовать их крупным проектом, строительство которого будет длиться как минимум ближайшие 6 лет. Это особенно важно в том плане, что ему предстоит переизбираться на пост президента в 2023 году. Канал Стамбул может стать не только причиной для переизбрания Эрдогана, но и катализатором изменений глобального баланса сил в регионе. Для того, чтобы понять, почему это может произойти, нужно обратить внимание на конвенцию Монтре о статусе проливов Босфоры-Дарданеллы, которая с 1936 года регулирует движение военных кораблей между Черным и Средиземными морями. Этот документ дает Турции возможность контролировать движение военных кораблей через Черноморские проливы, а также накладывает ограничения на военные корабли стран, не имеющих выхода к Черному морю. Корабли этих стран могут находиться там не более 21 дня, а также через эти проливы нельзя проводить подлодки и авианосцы. Появление искусственного канала Стамбул может кардинально изменить ситуацию и стать причиной для отмены ограничений конвенции Монтре. Все дело в том, что текст конвенции определяет маршрут Дарданеллы-Мраморное море Босфор как неразделимую водную артерию, и если военный корабль отклоняется от нее хотя бы на одном участке, например, он поплывет не по Босфору, а по каналу Стамбул, то ограничения конвенции прекращают свое действие. Таким образом, появление канала Стамбул может привести к милитаризации Черного моря. Турция может упростить проход по нему для военных кораблей других стран, например, для своих союзников по НАТО. Тогда Альянс сможет расширить свое присутствие в Черноморском регионе, укрепив румынские и болгарские базы, что приведет к ответной реакции Российской Федерации. Позиция Турции по этому вопросу пока что остается неоднозначной. Эрдоган обещал не отказываться от конвенции Монтрео, но одновременно с этим заявлял, что она не будет иметь отношение к каналу Стамбул. Справедливости ради стоит отметить, что отменять конвенцию Монтрео Турции невыгодно, поскольку в случае войны у нее появляется эксклюзивное право контроля движения через проливы, что дает Стамбулу возможность влияния и на Североатлантический Альянс, и на Россию. Россия, кстати говоря, иногда находит возможности обойти ограничения конвенции. Еще во второй половине 20 века СССР проводил через проливы подводные лодки и крейсеры Ленинград и Киев. Как мы помним, конвенция запрещает проводить через проливы плавучие средства такого типа, однако Москва заявляла, что авиация, расположенная на крейсерах, используется только для охраны кораблей, а подлодки идут в надводном положении на ремонт в советский Нечерноморский порт. Чтобы лишний раз не ругаться с Москвой, турки закрывали на это глаза. У США, кстати говоря, обходить ограничения получалось гораздо хуже. Во время войны в Грузии 2008 года турки не пустили через проливы два плавучих американских госпиталя, Мерси и Камфорт, заявив, что они сильно превышают нормы тоннажа. Пока что международное сообщество не требует от Турции дать четких ответов на конкретные вопросы. Какой документ будет регулировать движение по каналу Стамбул, конвенция Монтре или конвенция ООН по морскому праву? Смогут ли по нему проходить военные корабли или Стамбул будет исключительно коммерческим маршрутом, доступным только для гражданских судов? На данный момент крупнейшие заинтересованные страны мира не спешат влезать в эту крайне сложную ситуацию, пытаясь понять, хватит ли у Турции денег, чтобы реализовать канал Стамбул не только на бумаге. Субтитры создавал DimaTorzok